Всем доброе утро. 22 число. Погода испортилась. Я на границе Россия-Грузия. Восемь утра. Граница Россия-Грузия. На той стороне мои товарищи, которые сейчас едут из России, стоят уже два часа. Пробка стала больше. Не успел Путин завершить речь о старте частичной мобилизации, как из России хлынул поток мужчин. Одна из стран, куда просто ломанулись россияне – Грузия. И уже сегодня на и без того загруженных переходах ожидание в очередях достигает 40 часов. Россияне, которые боятся, что власти страны закроют границу в любой момент, пытаются пересечь ее любой ценой и максимально быстро. В ход идут ноги и любые колесные. На машине нереально доехать. Нереально доехать? Там из-за чего? Долго стоять? Стоять долго, да. Когда мы выйдем на ночью? Говорят, 3-6 часов стоять, пробка с конца. А там вы как решаете эту проблему? Люди присаживаются, посаживаются. А добраться туда, кроме как пешком, нереально. Там все же говорят, даже такси не пускают. Заставляют вас саживать, посаживаются. А там вы на что сидите? Там, на самокат. У вас самокат с собой? Найдем. Это уже третий поток россиян, который хлынул в красивую, недорогую и гостеприимную Грузию. Несколько тысяч граждан РФ перебралось сюда жить еще в 2017-18 годах. Вторая волна была сразу после вторжения в феврале. И вот снова. Что касается политического блока, есть понимание того, что если во второй волне очень многие были те, которые против войны и, в принципе, таким образом выразили свой протест и уехали из России, то в этой волне подавляющее большинство, те, которые не то, что не хотят, чтобы убивали украинцев, а хотят, чтобы украинцы убивали их, поэтому убежали. Есть разные мнения, есть споры разные. Кто-то рвется чуть ли не на Ларс раздавать несчастные бутерброды. Кто-то говорит, что ни в коем случае их нельзя пускать, потому что это угроза национальной безопасности. О том, что среди нынешних двиглецов немало вчерашних зет-патриотов, говорят сообщения из пабликов. Ребят, у ребенка на висках выбрали зет по глупости, а теперь едем в Тбилиси. Будут ли вопросы у пограничников или лучше сразу его зажигалкой побрить? Ребят, кто уже в Грузии? Наклики «зет» снимать с машины? Спасибо за ответ. Георгиевскую ленту тоже лучше снять, как думаете? Я простоял 17 часов на границе с Грузией. Блин, пиздец, ты просто не представляешь. Мне так плохо было. Я не спал и не ел почти ничего. Это сука из-за ебаной яд из Укроляндии. Я просто в таком диком ахуе, потому что они решили с нами воевать. Чтобы их всех там расстреляли из-за того, через что нам теперь проходить. Уже есть и случаи, когда грузинские пограничники заворачивали россиян домой. За что, конечно же, получали угрозы, что Грузия в очереди на так называемую деноцификацию. Кого-то заворачивают, кого-то пропускают. По каким принципам, по каким критериям, непонятно. Известен случай, когда завернули типа, который отказался снять букву «З» с машины. Ну, с ним все было. И который объяснил, сказал, что пообещал, вернее, приехать на танки. Ну, пусть приезжают с детям. Не меньший поток спасающихся бегством из России и на пропускных пунктах Казахстана. На 4 из 30 очереди с ожиданием в 10 часов. Журналисты сообщают, что за несколько суток в страну въехало уже несколько тысяч человек. Это мужчины призывного возраста. Женщины и дети – большая редкость. Те, кто пересекает границу, чаще всего прячут свои лица и не желают общаться. Неимоверным наплывом россиян уже воспользовались таксисты и продавцы. Если раньше в основном граждане Узбекистана и Кыргызстана были, сейчас одни россияне заходят покупать. Бесконечный поток покупателей. В основном молодые ребята. Но берут только воду и сигареты. Ночью, говорят, еще из Москвы прибудут. Из-за потока россиян в Казахстане уже взлетели цены на аренду жилья. И выше, говорят местные риэлторы, уже некуда. Вскоре экономисты ожидают и рост цен на продукты и услуги. Казахстан для россиян – это в основном транзитная страна. Находиться в ней они могут лишь 90 дней. Потом обязаны выехать и заехать снова. Лишь через 90 дней. В МИД Казахстана уже заявили, что проявят мудрость и гостеприимство. И при этом напомнили, чтобы гости не нарушали установленные правила. Отдельно подчеркиваем, что мы живем в правовом государстве. И наши действия должны исходить из этого постулата. Следовательно, действующие договоры должны соблюдаться, а возможные нарушения – пресекаться в административном порядке. Государство имеет достаточно механизмов для того, чтобы защитить национальные интересы, которые превыше всего. В любой сложной геополитической обстановке вокруг мы будем исходить из этого – приоритета национальной безопасности. Куда россияне будут рассредотачиваться из Казахстана, пока вопрос открытый. Интересно, что между двумя странами действует договор о сотрудничестве в правоохранительной сфере. И казахи обязаны экспортировать нарушителей закона в РФ. По иронии судьбы, новые правки в российском законодательстве как раз относятся к нежелающим воевать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok